Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области продолжают ликвидировать последствия вчерашнего урагана. Как ульяновцы относятся к возможному введению четырехдневной рабочей недели? Ульяновцы помогли Крыму справиться с госзакупками. Газовики выявили 150 единиц незаконно установленного газового оборудования. Автовладельцам помочь деревья распилить. Александр Смекалин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий вчерашнего урагана. О том, как проходило совещание и о том, какой ущерб был нанесен региону в материале нашего корреспондента. Вчерашняя стихия бушевала на территории Ульяновской области несколько часов и оставила после себя большой след. Дождь, град, гроза, порывистый ветер, местами доходивших до 22 метров в секунду, принесли отключение света, поваленные деревья и затопленные дороги. В Ульяновске из-за скачков электроэнергии перебои со светом были зафиксированы в новом городе, на улицах Ипподромной и Академика Павлова. В центре и железнодорожном районе попадали деревья. Из-за обильных осадков затопила микрорайон Мостовая. Ливневая канализация не справлялась с большим количеством воды. Две бригады работали. Порывы были установлены до часа ночи, и восстановлены расслаблены. По словам синоптиков, динамика развивалась в направлении восточной части области, в Димитровград и Старую Майну. В селе Садовка Старомайнского района в детском оздоровительном лагере «Ласточка» сильным ветром были повалены деревья. Два из них упали на жилые домики. К счастью, пострадавших нет. Оперативно очень привели в другие домики и разместили. Дети не уехали. Взрослые не пострадали тоже. Приступили мгновенно к разбору того, что случилось. К починке, к восстановлению электроснабжения на сегодняшний день. Дополнительной какой-то помощи там не требуется. В Димитровграде стихия проявилась сильнее. Несколько деревьев вырвало с корнем. Несколько упало на жилые дома. Пострадало семь машин. Александр Смекалин дал поручение юристам оказать поддержку пострадавшим автолюбителям. Есть телефон прямой линии 8 800 100 ровно 13 84. Он круглосуточный. С 8 30 до пол шестого он работает в прямом эфире. В остальное время записывается. Достаточно просто связаться с оператором. Все операторы предупреждены. Такой вот каждый случай, насколько я понимаю, в Димитровграде их сейчас 7. При желании автовладельца, понятно, что навязать мы не можем. Достаточно всего лишь позвонить по этому телефону. Мы договоримся. Окажем всю бесплатную помощь юридическую. Отдельное поручение было дано министру природы Дмитрию Федорову. Председатель правительства отметил, что необходимо привлечь к распилу и вывозу деревьев силы регионального ведомства. Еще раз отработать руководством города Димитровграда и оказать всяческую поддержку, чтобы мы не как вчера прогнозировали в течение пары недель все это уберем. Не можем ждать столько многое. Соответственно, люди тоже не могут этого ждать. Поэтому необходимо привлечь средства наших властных организаций, соседних муниципалитетов. Напомним, контакт-центр при главе города продолжает принимать звонки жителей Ульяновска об отключении коммунальных услуг и сломанных деревьев по номерам 05 и 73 79 11. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. В Ульяновске во второй раз проводится неделя контрактных отношений и закупок. Она организована Министерством цифровой экономики и конкуренции, счетной палатой при активном участии Федеральной антимонопольной службы. В мероприятии принимает участие представители Москвы и Крыма. Подробности расскажет Егор Титов. Подобное мероприятие в первый раз прошло в марте и вызвало большой ажиотаж. Оно организовано Министерством цифровой экономики и конкуренции, счетной палатой при активном участии Федеральной антимонопольной службы. Один из главных вопросов, который обсуждается во время недели, заключается в работе с государственными и муниципальными закупками. Эта тема важна не только для аудиторов счетных палат, но и для всей исполнительной власти. Обсуждение вопросов, с которыми сталкиваются государственные заказчики, муниципальные заказчики при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, это тематика, которая на сегодняшний день стоит очень остро. Проходящий Ульянский семинар носит сугубо практический характер. Он помогает выработать общую стратегию работы счетной палаты. Неудивительно, почему он вызывает интерес у других регионов России. В неделе контрактных отношений закупка принимают участие представители Москвы и Крыма. Я считаю, что такие крупные мероприятия, посвященные именно анализу проблем, которые сегодня стоят в регионе при осуществлении государственных и муниципальных закупок, очень важны. Во-первых, мы не только подводим итоги проверок, обобщаем тот опыт, который есть у нас в регионе, но и знакомимся с опытом наших коллег из других регионов. График работы очень плотный. Проверили на работу несколько площадок. В госзакупке не единственный вопрос, который на них обсуждается. Например, вчерашний день был посвящен проведению аудита и контрольных мероприятий в сфере государственного имущества. Кстати, участие Крыма в подобном мероприятии тоже не случайно. Всего два года назад закончился переходный период, во время которого республика адаптировалась к российскому законодательству. И теперь им нужно активно набирать опыт. Тем более, что Ульяновская область уже помогала республике. И благодаря именно губернатору Сергею Ивановичу Морозову Ульяновцам мы, наверное, безболезненно прожили этап подготовки к выборам 2014 года. Мы пережили энергоблокаду именно помощи, именно поддержки. И это было очень весомо. В дальнейшем со счетной палатой республики Крым планируется заключить соглашение о взаимодействии. Но произойдет это уже не в Ульяновске, а в Симферополе. Егор Ситов, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ. Россия в будущее может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такую возможность озвучил глава правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга. Мы решили спросить ульяновцев, как они относятся к четырехдневке. Скорее всего, я бы стала искать вторую работу. Потому что с нашими зарплатами на четырехдневке, я не знаю, нереально. Я думаю, не перейдут, потому что не зря перешли на удлиненный пенсионный возраст. Потому что не хватает людей, не хватает ресурсов. О чем говорить? Это болтовня. Конечно, большинство будут вторую работу искать. Потому что нищает наш Россия. Я не поэтому, как сказать, профилю работаю. То есть у меня не два выходных. Я езжу в командировке, вместе я работаю, вместе я отдыхаю. Поэтому на этот вопрос сложно ответить. Ну, смотря какая зарплата будет. Может, зарплату прибавить. Буду отдыхать? Нет, только будем вторую работу искать. Понятно. Спасибо. Без этого никак? Ипотеку платить надо? Лучше отдохнуть, я так понимаю. Если на четырехдневной работе платят, как на шестидневную, то лучше отдохнуть. А если мало будут платить, то нужно найти вторую работу. Отрицательно отношусь. Пенсионный фонд, пенсионный возраст обратно бы лучше вернули. То есть 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин на четырехдневной неделе. Это, по-моему, глупость. Ну, поскольку моя профессия учитель, четыре дня рабочих, мне кажется, просто у нас никак невозможно будет. Никак. Ну, у учителей же есть методический день. Методический есть. И если будет пятидневка в школе, то возможно... Ну, это так и есть, потому что вот, в принципе, вот при таком графике спокойно можно отдыхать. Четыре рабочих дня. Ну, что могут люди заработать с ними? Во-первых, это люди вынуждены будут просто еще где-то добывать. Если уж они работают по неделе, они не могут жалуются на жизнь. А четыре дня отдыхайте, пожалуйста, на что хотите, короче. Я так поняла. Ну, отдыхайте. Мы вот раньше работали, мы ждали этого отпуска, не знаю как. Я считаю, что нужно искать дополнительную работу. Здорово. Чтобы было больше средств к существованию. Иначе мы находимся все за чертой бедности. 70% наших жителей. Ну, я считаю, для женщины это очень хорошо, потому что домашних дел очень много. И хотелось бы хоть день отдохнуть с семидневной недели. Я думаю, как раз этот день пойдет на отдых с семьей, на какие-то свои личные нужды. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Ульяновск» выявили 150 единиц незаконно установленного газового оборудования. За период с апреля по июня этого года сотрудники газораспределительной организации проверили состояние внутридомового газового оборудования более чем у 7 тысяч потребителей. Основными видами нарушений при эксплуатации оборудования являются отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, самовольный ремонт либо монтаж бытовых газовых приборов, а также использование газопотребляющего газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Ульяновские газовики провели подробный инструктаж с потребителями, объяснили, что ремонт оборудования могут выполнять только квалифицированные специалисты, а его техническое обслуживание является обязательным и проводится один раз в год. Нарушителям были выданы предписания для устранения нарушений. Ульяновская область стала первым регионом, где граждан предпенсионного возраста начали обучать медицинским навыкам по международным стандартам WorldSkills. Первый урок у возрастных студентов состоялся накануне в Ульяновском фармацевтическом колледже. По итогам курса каждый участник получит так называемый Skills Passport – сертификат актуальных профессиональных умений. Подробности в материале Ринаты Алиуловой. Знанием все возрасты покорны. В Ульяновской области началась подготовка жителей предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Программа обучения с нуля и переподготовка ведется в рамках национального проекта «Демография». Преимущество в том, что обучение проходит по мировым стандартам. И все обучающиеся будут обучены по методике WorldSkills. И на выходе, как подтверждение этому, будут получать так называемый Skills Passport, как документ, подтверждающий действительно высокий уровень их подготовки. Ульяновский регион стал пионером в подготовке возрастных граждан по медицинскому направлению. Первый поток учеников из 10 человек приступил к обучению накануне. Занятия проходят на базе фармацевтического колледжа в Ульяновске. Знания предпенсионные студенты получают по двум профилям – медицинский социальный уход и лабораторно-медицинский анализ. Мировые стандарты, они в первую очередь ориентированы на удовлетворение потребностей личности пациента. Поэтому здесь в первую очередь весь уход, он строится на том, чтобы помочь пациенту, чтобы ему оказать всяческое содействие, способствовать его скорейшему выздоровлению. Теоретическая информация в аудитории тут же подкрепляется практическими навыками с помощью роботов-симуляторов, которые рассчитаны на несколько сценариев. Так, на медицинских манекенах можно отслеживать критическое функциональное состояние пациента, учиться обрабатывать раны и делать перевязки. В соседнем кабинете обучают профессиональным навыкам по уходу за лежачими пациентами. 54-летний Алексей Ильин много лет отдал работе на флоте, а последние два года трудится санитаром в одной из ульяновских больниц. Мужчина признается, что ухаживать за больными ему нравится больше. По этой стези идти хочет дальше и выше. Решил переквалифицироваться, нравится специальность, нравится с больными там работать. А вы кем изначально работали? Я работал санитаром. А сейчас решили переквалифицироваться на более профессиональном уровне? На медицинском уровне? Да, да. На медицинском уровне. Скажите, пожалуйста, насколько важно вообще организовывать такие курсы для людей предпенсионного возраста? Ну, это очень важно. Почему нет? Это самое предпенсионного возраста. Это же не значит, что уже можно списывать нас. По итогу курсов, чтобы получить скилл-паспорт, каждый участник должен сдать экзамен. В планах до конца года обучить и переквалифицировать 150 человек. Рината Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Ульяновский автомобильный завод отметил 45-летие легендарной экспедиции на Эльбрус. Напомним, историческая вылазка случилась в августе 1974 года. Три абсолютно стандартных автомобиля УАЗ-469Б поднялись по серпантинному склону Эльбруса на высоту 4200 метров над уровнем моря. Таким образом, УАЗ установил мировой рекорд, как первый автомобиль, поднявшийся на такую высоту. И вот сейчас, в 2019 году, на Эльбрус собрались тоже три автомобиля УАЗ, которые технически не отличаются от серийных внедорожников. Машины добрались до станции «Мир», которая располагается на высоте 3500 метров над уровнем моря. К сожалению, подняться выше не позволили погодные условия. Достижения агропромышленного комплекса Ульяновской области будут представлены на дне поля 2019. Областная сельскохозяйственная выставка-демонстрация пройдет 29 июня около мечети на проспекте Дружба народов в Заволжском районе Ульяновска. Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Сергей Морозов. На выставке будут подведены итоги весеннего сева и поставлены задачи на предстоящую уборочную кампанию. Помимо этого, посетители праздника смогут не только ознакомиться с инновационными технологическими достижениями в растении и водстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также осмотреть представленные экспозиции. Помимо этого, отдельной площадкой будут представлены региональные производители, обладающие товарным знаком марка качества Ульяновской области. Управление МЧС России по Ульяновской области предупреждает население региона о соблюдении правил пожарной безопасности. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе похолодает. Днем в Ульяновске температура воздуха составит 19 градусов по Цельсию. Ожидается облачная погода, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. До завтра.